В самом начале я хотела бы немножечко рассказать свою историю, потому что наш бизнес – это бизнес-история. Мы все здесь разные, и у каждого своя история. Возможно, кто-то из вас, узнав какую-то историю, скажет себе, ой, точно, это же вот так же, как и у меня. Если она это сделала, значит, получится и у меня. Конечно, пришла я в проект не сразу, я узнала вообще о компании тогда, когда работала на предприятии. Знаете, вроде бы работа была, зарплату платили, мне ее хватало от зарплаты до зарплаты, в долг я не жила. Но, вы знаете, со временем как-то стало задумываться, ну да, ну работаю я этой на работе, ну и что? Потому что, ну, все люди хотят более-менее какой-то стабильности, правильно? Все хотят, чтобы у них была квартира, чтобы была хорошая зарплата. Ну, хотелось бы, чтобы еще и деньги оставались, когда ты живешь этот месяц от зарплаты до зарплаты. Вроде было бы все нормально, но лишних денег не было. Ну, квартиры, естественно, тоже не было, я приезжая, жила в общежитии. Вот, и стала задумываться, а что вообще дальше? Ну да, я живу каждый день одно и то же, каждый день одно и то же. И в итоге получалось, что стабильность – это хождение по кругу. Работа, дом, дом, работа. И вы знаете, так живут 90% людей. Работа, дом, дом, работа. Вы знаете, я вот сейчас звоню, там, брату или кому-то из знакомых, я говорю, как дела? Все отвечают, да, и все как обычно. Работа, дом, дом, работа. И у меня было раньше точно так же. Но со временем стали возникать вопросы. Мне кажется, эти вопросы возникают у каждого человека. А что дальше? Неужели это все вот ради чего я родилась? Вот это постоянное хождение по кругу. И мне хотелось что-то изменить. Ведь, согласитесь, любой человек хотел бы сейчас поехать отдыхать, если бы у него была возможность, если бы он был свободным. Правильно? И вот когда меня раньше спрашивали, Ир, а ты вот съездить куда-нибудь отдохнуть, вы знаете, что я отвечала раньше? Я говорила, что, да нет, в деревне намного лучше. Чего я поеду куда-то, лучше я поеду в деревню. Вы знаете, в деревне хорошо. Но говорила я это, извините, не потому, что я не хотела ехать куда-то отдыхать. На самом деле, первое, это вот, во-первых, не с кем было ехать, а второе, это не было денег, потому что денег хватало от зарплаты до зарплаты. И мы всегда, когда что-то нам предлагают, вот задумайтесь, как часто вы находите себе причину, почему это не сделать. А причина на самом деле зависит только в одном, что на это нет денег. Ведь поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто бы из вас сейчас, если бы у него были деньги и была бы возможность вот бросить все и поехать, поехал бы отдыхать на море? Там, где тепло, там, где хорошо, шелест вовку, ходишь по песку, все прекрасно. Любой бы человек. Вот так у меня было, хотелось чего-то поменять в своей жизни. И вот эта вот стабильность, как-то она угнетает. Все хотят стабильности, но она угнетает, как бы ты ни старался что-то сделать. И когда появились вопросы, в мою жизнь вошел рекомен. Вошел он у меня в лице Огневой Лизы, моего спонсора. Спасибо ей за это огромное. И когда я узнала о возможностях, вы что думаете, я пришла здесь и сказала, что я буду зарабатывать деньги? Нет, конечно. Когда я узнала о возможностях, когда я вообще пришла в офис, раньше мы в офисе встречались, то я сразу себе сказала, у меня это точно не получится. Потому что я не такая, как они. Это они все такие красивые, они все ухоженные. Они так красиво разговаривают. А я не такая. Я работаю обычно, девчонка работаю на заводе, и мне, вот я и говорить-то не могу. И макияж я не умею так делать. Но вы знаете, мне очень захотелось что-то поменять, потому что было так интересно, было так, общаться с этими людьми. Я видела, что их, ну, у них радость в глазах. Вы знаете, как говорят, вот глаза сверкают. А мы в жизни, вот в бытовой, когда ты тянут в работу, когда у тебя каждый день одно и то же, ты уже не видишь ничего интересного. Уже ничего тебя не зажигает. И вы знаете, я тут как-то шла по улице, мороз, солнышко, на улице красота, вот иди радуйся. Проходят мимо люди, и они ни на что не обращают внимания. Вот это точно так же, как и я раньше. Я бежала на работу, я ничего не видела, бежала с работы, ничего не видела. Куда-то по делам я ни на что не обращала внимания. Я ни звезд не видела, я ни на солнышко не обращала, ни птички, когда поют. Потому что ты совсем в другом мире, знаете, как к окону ходишь. И захотелось что-то изменить, и я стала для этого делать, ну, потихонечку, знаете, такими мелкими шажочками. Я делала один шаг и думала, получится, не получится. Вот если получится, то я буду дальше делать. Ну, не получится, я, ну, наверное, не мою. И вот так потихонечку я стала все делать. Как это было? Раньше это было совсем по-другому. Это были мастер-классы, это были встречи в офисе, это проведение мероприятий, это постоянное общение, это и я и листовки раздавала, потому что мне очень хотелось, и чтобы деньги были, и у меня была на тот момент мечта, я хотела иметь свою собственную квартиру. Но, понимаете, время идет, все в жизни меняется, и бывали такие случаи, что когда ты договариваешься с человеком на встречу, он не приезжает, и ты потерял время, а едешь дорогу, а дорога, знаете, я живу в Москве, дорога здесь, чтобы приехать, иногда ты в один конец тратишь полтора часа. Это хорошо, если пробок нет, а если пробки, то иногда и больше. Столько времени в дороге, ты приезжаешь, встречи не происходят, и вот это вот состояние, хотелось что-то поменять. И вот однажды, сидя в офисе, мы своей командой думали, вот спасибо, Лидия, она нас сподвигла на это, и мы решили, что нам пора действовать, надо что-то менять. И мы создали наш проект, вот так появился проект интернет-бизнес на раз, два, три. Он появился на основе маркетинг-плана компании Reflame. Почему именно интернет-проект? Потому что интернет сейчас входит в каждую дверь. Вот даже если нету компьютера, у каждого есть телефон, где есть интернет. Огромное количество людей сейчас присоединяется к интернету. Вот посмотрите на картинку. Тут, мне кажется, люди уже просто живут в этом интернете. И даже вот иногда едешь в дороге, я обращаю, не знаю, как в других городах, а вот в Москве, когда едешь, в метро, в транспорте, у людей перед глазами телефон либо планшет. И люди там в интернете что-то себе ищут, постоянно общаются, жизнь проходит там. И когда работаешь, когда мы придумали этот проект, мы поняли, что мы не тратим время на дорогу. Это можно делать дома. Сидя с компьютером либо за телефоном. Мы за то время, которое вот раньше мы ездили, за это время можно огромному количеству людей дать информацию о нашем проекте. Вот раньше за это время можно было двум-трем человекам дать информацию. Сейчас можно охватить огромное количество людей. Все зависит от того, как работаешь. И стало интересно работать, стало понятно, что за этим будущее. И мы на базе компании Reflame создали наш проект. Почему с компанией Reflame? Ну, во-первых, самое главное для меня это легальность. Это официальная компания, которая платит налоги. И платит она налоги не в своей стране, это шведская компания, а в той стране, в которой она работает. Эта компания стабильна, она уже на мировом рынке более 50 лет. В России она пришла еще до дефолта. в дефолт она выстояла, она не ушла с российского рынка, она здесь осталась, хотя очень много компаний на тот момент ушли, и люди остались в долгах. Компания же выплатила каждому деньги, каждому человеку. Она все свои обязательства, которые она обещает, она выполняет. Какой еще плюс компании? Что у нее свое собственное производство, это не посредник. У нее свои собственные 5 заводов, есть дополнительные 20 линий, где выпускается продукция. Вся наша продукция, вся сертифицирована. И каждый раз, как только происходит обновление продукции, вся наша продукция сертифицируется. Вот, к сожалению, у нас в России вышел закон, что можно не проходить сертификацию. Вот как вышел, если 10 лет идет этот продукт, он вначале прошел сертификацию, и вот эти 10 лет его не проверяют. Но мы не знаем, что там меняется, и какой состав происходит в этом продукте, правильно? Так вот, компания Reflame, она постоянно обновляет свою продукцию, постоянно обновляет и каждый раз проводит сертифицирование этого продукта. Это возможность работать дома, не выходя со своей семьей, не отвлекаясь от семьи, от своих детей, и можем работать, строить свой собственный бизнес в тех странах, где компания имеет свое представительство. Ничего здесь придумывать не надо. Идея бизнеса, она уже придумана. Это готовая система, которая приносит свои плоды, которая дает результат. Мы можем работать где угодно, не важно, где вы находитесь. Дома ли вы работаете, в кафе ли, может быть, вы куда-то уехали в гости. Самое главное, чтобы у вас был интернет, доступ к интернету и то, на чем вы можете работать. Здесь работа в команде, потому что каждый партнер заинтересован в росте. Только помогая другим, мы можем помочь себе. И самое главное, что компания, она никогда не стоит на месте. Она всегда идет в ногу со временем. Даже я бы сказала, не в ногу со временем, она это время намного оближает. Она несется вот как с огромной скоростью локомотив и иногда даже опережает моду. Вот были такие случаи, у нас компания выпускает какой-то продукт и через какое-то время говорят, что этот продукт модный. Что-то выходит у нас одного цвета и потом говорят, что это так модно. Поэтому с этой компанией можно, знаете, вот как с человеком говорят, можно пойти в разведку. Так вот с этой компанией, с компанией Reflame можно пойти в разведку. Но вы знаете, как только говоришь людям о том, что это компания Reflame, сразу все говорят, ну не все, а многие говорят, ой, а Reflame, да не знаю, мне, не, мне это не надо. Почему? Потому что существуют стереотипы. Для людей Reflame это продажа. и не все люди хотят продавать. Не каждый человек любит продавать. Не каждому это нравится. И я, когда пришла в компанию, я тоже говорила, что я никогда в жизни не буду этим заниматься. Да мне не надо, я не буду продавать. Вот себе покупать буду, да, мне нравится. И мы, многие думают, что это нужно продавать. Вот посмотрите на эту картинку, как здесь наглядно показано. У нас стереотип, если металлист, значит, все, он плохой человек. У него постоянно музыка, он там чем-то занимается непонятным. Вот смотрите, играет музыка. В первую очередь, что обычно соседи думают? Ага, это вот тот парень, у кого такая вот прическа, металлист, это он включил музыку. И начинают все стучать к нему, что ты выключи музыку, как обычно делают соседи. Но дело в том, что может быть этот человек сидит, пьет спокойненько кофе и понятия не имеет, почему к нему все пристают. А в это время обычные люди, может быть бабулька с дедушкой, включили музыку, пляшут, развлекаются, и никто даже представить не может, что это могут быть они. Вот точно так же и у нас в компании. Очень много людей думают, что это надо продавать. Ведь многие и были в компании Reflame, и многим говорят об этом, что надо продавать. И кто-то что-то слышал, и сложился такой стереотип, что в компании Reflame, если ты хочешь зарабатывать, то тебе нужно очень много продавать, чтобы что-то получить. Но на самом деле, любую фирму интересует товарооборот. Любую. Каждая фирма хочет получать прибыль. Так вот, здесь мы нашли способ создавать товарооборота на простом личном потреблении, не продавая продукцию, а на простом личном потреблении. Мы меняем обычный магазин на магазин компании. И мы приобретаем и покупаем себе то, что и так купили бы в магазине по мере необходимости. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, кто покупает себе шампунь. Есть такие. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто покупает себе мыло. Есть такие, кто пользуется мылом? Есть, отлично. Теперь поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки те, кто зубную пасту использует. Кто пользуется зубной пастой? Есть такие. Вот теперь давайте посмотрим. Был бы Арифлэйм или не было бы Арифлэйм, мы бы эту продукцию все равно покупали бы в магазине. По-любому. Пришли бы туда, купили, но, к сожалению, ни один магазин не гарантирует нам качество этого продукта, потому что мы не знаем, откуда он привезен, и как он там продается, и как он вообще там хранится. Здесь же, когда мы покупаем в компании, мы берем эту продукцию от производителя, потому что компания сама производит эту продукцию. Мы берем ее по цене склада, никому не переплачиваемо. И это огромнейший плюс. В принципе, мы делаем то же самое, только раньше мы относили деньги в магазин, который рядом по соседству, а сейчас, сидя за компьютером, мы делаем заказ, но в своем собственном интернет-магазине. Таким образом, мы для компании создаем товарооборот. А за эту организационную работу, за организацию товарооборота, компания платит деньги. И компания знает, что один человек продавать не может, не все люди хотят продавать, и люди любят покупать. И она говорит, если вы организуете товарооборот, так вот за эту организационную работу, если вы создаете сеть потребителей, я готова вам платить хорошие деньги. Один человек никогда не продаст столько, сколько продадут 10 человек. А 10 человек, как бы они классно не умели продавать, никогда не продадут столько, сколько тысячи человек придут и купят для себя. Сидя у себя дома за компьютером, открыв свой интернет-магазин, зайдя туда и выбрав то, что ему необходимо, купит себе. Если тысячи человек купили себе на тысячу рублей, вы пристолько вдумайтесь, товарооборот это 1 миллион рублей. Ну невозможно столько продать. Никак невозможно. Это можно сделать только организовывая товарооборот. Ведь согласитесь, что ни один продавец не будет зарабатывать больше, чем тот человек, кто организовал этот магазин. Никогда не будет зарабатывать больше собственников магазина. И организаторы всегда зарабатывали больше. Поэтому наша с вами задача, мы с вами отлично знаем, что люди мылись, моются и всегда будут мыться. Хотим мы этого или не хотим. Люди будут мыться, они будут ходить в магазин. Так вот наша с вами задача организовать товарооборот, чтобы люди шли не в магазин, а в свой собственный интернет-магазин. Наша с вами задача этот товарооборот возглавить. И наша с вами цель, чтобы создать товарооборот, найти эту тысячу человек-покупателей по всему миру. Ведь согласитесь, если компания имеет представительство в 60 странах, и мы можем более чем 40 работать, то огромное количество людей в нашем с вами распоряжении, с кем мы можем делиться и кому мы можем предложить такую возможность. Каждый человек может создать организацию в тысячи человек. Любой. Имея даже всего трех своих знакомых, даже тем, которые не моются. Вы сейчас, может быть, не возразите, но я вам скажу одно. Вот если мы расскажем о возможности одному из своих знакомых, и если ему понравится или не понравится, если ему что-то понравится, скажите, пожалуйста, он поделится это со своими знакомыми? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Если нам что-то нравится, мы делимся со своими знакомыми? Конечно, делимся. Если ваша знакомая не моется совсем, но у вашей знакомой есть подруга, с которой она поделилась, а та моется и так скажет, почему бы нет? А дай-ка я попробую. И что самое интересное, мы здесь помогаем всей командой строить вам вашу собственную команду. То есть своих новичков мы уже регистрируем под вас. Как вообще это все происходит? Смотрите, вас заинтересовали наши возможности. Вы говорите, да, я хочу зарабатывать деньги. Вы заполняете форму, и вам присваивается ваш регистрационный номер. Тот человек, который вас в компанию порекомендовал, просто так в компанию прийти нельзя, обязательно должна быть рекомендация. Если вас человек порекомендовал в компанию, он является для вас спонсором. Ну, это такой информационный спонсор, который вам помогает в работе. Его задача – научить вас, чтобы вы больше зарабатывали. И спонсор начинает вам помогать. Он своих людей регистрирует под вас. Людей мы регистрируем вертикально, один под одного. И когда такое идет построение команды, вы видите, что группа ваша растет, люди регистрируются. И смотрите, сначала регистрирует спонсор, а потом находится у вас человек. И как только вам человек написал «я хочу», вы сразу же сообщаете спонсору и вместе с ним регистрируете ниже в этой цепочке. Почему регистрируем сразу в одну? Потому что здесь вы учитесь пока. Вы учитесь, как общаться с людьми, как это все делать. Вам спонсор в этом помогает. И вот когда вы уже научились, когда у вас в этой цепочке появились люди, которые точно так же, как и вы, хотят, которые начинают делать, и когда ваша структура уже независимо от вас начинает расти, вы уже тогда начинаете строить свою вторую веточку. Начинаете строить свою вторую веточку, и в вашей веточке находится человек точно так же, как и вы, который хочет работать. И вот так, помогая людям, помогая им зарабатывать деньги, помогая им строить свою команду, вы зарабатываете. Ведь когда вы выходите на определенный уровень, когда у вас две веточки, и когда люди выходят на уровень 22%, то компания вам присваивает звание, и здесь премия в 2000 долларов. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто хотел бы получить такую премию. Я бы с удовольствием. Вот сколько я работала на работе, таких денег никогда не платили. Никогда. Что бы я ни делала, как бы я ни старалась работать, мне бы никто никогда не заплатил таких денег. Здесь же в проекте все зависит от вас. Работая сами, помогая людям, вы строите свою организацию, строите свою собственную команду. Но, как правило, когда начинаешь вот так вот говорить, многие говорят, да вы что, как мне этих людей найти, да я не знаю, что мне с ними делать. Да я этого делать не умею. Я не умею общаться. Я не знаю, во-первых, что мне им сказать. И вообще я не умею рассказывать и привлекать людей, как мне отвечают иногда. Вот теперь давайте с вами посмотрим. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Те, кто делится со своими знакомыми понравившимся им фильмом, либо кто делится магазином, где купил хороший продукт, он качественный. Это мы делаем всегда, независимо от того, хотим мы или не хотим. Мы просто делимся, потому что нам приятно поделиться с человеком хорошим. Правильно? Так вот, смотрите, делая это, делясь со своими близкими, знакомыми и родственниками, вы уже создаете потребительскую сеть. Вы уже это делаете. Но мы никогда не обращаем на это внимания. Поделились и поделились. Но рассказали о магазине, мы даже не знаем, какое количество людей, благодаря нашей рекомендации, туда пришли и купили. Нам магазин ничего не говорит. Он нам даже не рассказывает об этом. Но если бы вам магазин сказал, слушайте, если благодаря вашей рекомендации идут люди и купят для себя что-то, вот, допустим, вы эту шуму возьмете себе бесплатно. Скажите, пожалуйста, к какому количеству своих знакомых вы бы позвонили о магазине, где продают шубы со скидкой? Вы бы молчали об этом? Или бы всем стали рассказывать? Что-то все задумались, я что-то не так сказала. Вот я бы рассказывала всем, если бы мне сказали, придут ваши знакомые, купят по шубе, а вам она достанется бесплатно. Вот в нашем проекте точно так же. Мы приглашаем людей и рассказываем их возможности. А те, кто регистрируется, мы им помогаем и объясняем, что и как делать. Но тут возникает вопрос. А за что нам деньги платить? Если мы ничего не продаем, просто приглашаем людей, товарооборота ведь не будет, правильно? Так вот, еще раз повторюсь, нам платят не за приглашение людей, нам платят за товарооборот. И условия участия в проекте – это личное потребление. Невозможно построить, если мы не хотим продавать, то наша с вами задача – пользоваться этим продуктом. Покупать здесь. И вот смотрите, покупая себе, мы организовываем таким образом товарооборот для компании. И компания нам за это платит деньги. Платит она от 3 до 22%. Вот скажу то, что я купила буквально во вторник. Я получила свой закат. Расскажу о вот этом вот наборе NoWage. Это, ну, знаете, потрясающий продукт. Вот я готова сейчас просто ему аплодировать. Я раньше уже пользовалась этой серией. Я покупала также себе набор. Но мы, как правило, обычно думаем, ну, вот я попользовалась, все хорошо, теперь я перейду на другую серию, потому что моя кожа вроде бы как привыкла к нему, надо что-то поменять. Вы знаете, на самом деле кожа-то не привыкает к продукту. Просто когда мы пользуемся чем-то, наша кожа восстанавливается, и она уже просто поддерживается этими кремами в том состоянии, в котором она находится. И вы не представляете, когда я сегодня использовала полностью вот этот четырехэтапный уход, очищение, тоник, сыворотку, полностью эту серию NoWage, какой кап я ощутила на своем лице. Как же моя кожа соскучилась вот по этой всей прелести. Вы даже представить себе не можете. Я получила такое наслаждение всем этим, и многие могут сказать, ой, ну, вроде бы вот сразу столько отдать денег за этот набор. Вы знаете, когда ты ощущаешь вот этот кайф, тебе не жалко этих денег, потому что ты покупаешь и приобретаешь намного больше, чем просто коробочки. Когда я покупаю себе Wellness и пью коктейль, когда я пью витамины, я не коробочку с витаминами покупаю, я покупаю для себя отличное самочувствие. Я покупаю себе возможность утром легко вставать. Когда я покупаю коктейль, это возможность чувствовать себя хорошо. Когда покупаю гель для души и выхожу из ванной, я вот, вот это ощущение, когда ты, знаете, зашла в ванну обычной женщины, а вышла оттуда королевой, вот это ощущение я покупаю. Часики вам покажу. Вы знаете, я в них просто влюблена. Они мне так нравятся, они так стильно смотрятся на руке. Я взяла их за тысячу рублей. Вот у меня много разных часов, они как-то вот все, ну, в одном стиле, под золото. А вот таких вот стильных нет. Ну, как вот мне купить такую красоту, как... Вот в любом случае я бы эти часы ходила и смотрела бы в других магазинах. Правильно? Вот если мне надо, я бы все равно это купила в другом магазине. Но зачем мне нести куда-то деньги, отдавать, когда я это все могу купить в своем магазине, я знаю, что это качественно, я знаю, что я получу на него еще и скидку, еще какие компании предоставляют нам возможности. Вот я часики взяла с 50-процентной скидкой. Как хорошо. Ни один магазин мне не даст такую скидку. Ни один. И даже когда в магазине пишут, вы получаете скидку 50%, от какой цены? Ведь там у каждого магазина накручены свои проценты. В магазин ни один посредник не будет сбрасывать цену, чтобы быть в убытке. Ни один. Это все уже в магазине давно оплачено. И мы не знаем, сколько стоит на самом деле тот продукт, который предоставляет нам магазин. Это вот моя знакомая девочка рассказывала. Она работала в магазине. Говорит, в магазине, где продавали детскую одежду. Народу было мало. Ну, приходили люди, ходили, потому что детский комбинезончик, это по тем временам, он стоил 3 тысячи. Мне, говорит, жалко было тратить на комбинезончик 3 тысячи. Думаю, ну, подожду, когда будет скидка. Когда комбинезон была на него скидкой, комбинезон стал стоить полторы тысячи, я, говорит, побежала сразу же в бухгалтерию, сразу же сделать, ну, как бы, заказ, чтобы этот костюмчик, этот комбинезончик оставили мне. Захотела купить племянницу. Но когда она пришла в бухгалтерию, там, какие-то дела смотреть, перед ней она увидела листочек, просто бухгалтер не успела убрать. Этот комбинезон, на самом деле, его цена 750 рублей. Мы думаем, что, ага, если магазин нам сделал скидку, значит, супер, там, мы возьмем по цене, допустим, склада. Нет, магазин уже давно эти деньги окупил. Ну, и, как правило, иногда мы приходим в магазин, там написано 50% скидка. А сколько этот продукт стоял до этого, мы не знаем, по какой цене он был выставлен. Потому что мы не ходим же каждый день в магазин. Это вот, кстати, к примеру, еще один пример из жизни. Знакомая говорит, я пошла в магазин, зашла в Литуаль, и там было написано, приходите, завтра будет скидка 50% на туалетную воду. Я посмотрела, говорит, туалетная вода стоит 3 тысячи. Ну, приду за полторы тысячи, ладно, мужа по баллу. Приходит на следующий день, там написано, туалетная вода стоит 3 тысячи со скидкой 50%. Она, я, говорит, подхожу к девочкам, говорю, девочка, она стоила вчера 3 тысячи. Вчера было написано, что скидка будет 50%. Почему у вас та же самая цена стоит? Все продавцы вернулись и разошлись в разные стороны от нее. Она говорит, ну, как вам не стыдно? Мне от продавца зависит. Магазин уже давно все продуман, мы не знаем, какие там цены, к сожалению. Вот, знаете, если бы не было таких историй в моей жизни, я бы и сама этого не знала. Ну, я как бы предполагаю, да, что здесь накрутки, что идет наценка, но что скидки так делают, вот честно скажу, я бы даже не додумалась, мне бы мыслей такого не было. А в жизни происходит вот все именно вот так. Поэтому, покупая для себя вот эти вот ощущения, покупая для себя продукты, которые в любом случае мы купите в магазине, в другом, вы здесь приносите деньги в свой интернет-магазин. И таким образом мы для компании организуем товарооборот. Как это работает? В компании есть таблица премиальная. Она нам выплачивает от 3 до 22 процентов. Ну и плюс дополнительные еще бонусы. Компания работает более чем в 63 странах мира. И в каждой стране своя валюта. Где-то там тенге, где-то тубрики, где-то лиры, где-то евро. Но компания, чтобы не приходить с валюты на валюту, ввела единую внутреннюю валюту и назвала ее балл-донус. Для легкого подсчета дохода и для легкого подсчета товарооборота. В России курс одного балла равен 40 рублям. Вот давайте мы с вами просто посчитаем, как же это можно сделать, как вообще это происходит, чтобы организовать товарооборот и за это получить хорошие деньги. Вот давайте посмотрим таблицу. Здесь таблица рассчитана на 9 месяцев. За 9 месяцев нужно выйти на хороший товарооборот и на очень приличный доход. Доход 40 тысяч рублей. Как? Давайте с вами посмотрим. Вот у меня рассчитан первый каталог, второй каталог, третий каталог, четвертый, пятый. У нас не по месяцам идет расчет, а по каталогам. У нас 17 каталогов в год. И 17 раз мы получаем свой доход. 17 раз. Давайте посчитаем. Вот допустим, в первом каталоге пришли вы. Вот каждый для себя пришла я. Я пришла в проект. Я пришла и хочу серьезно... Вот на самом деле, если вы серьезно отнесетесь к этому виду деятельности, если вы начнете сразу выполнять те определенные действия, которые здесь необходимы, вы сразу же начнете видеть свой результат. Потихоньку, пока вы включаетесь, смотрите, вы пришли в первом каталоге одна. Я одна. Купила себе на 30 баллов бонуса. Что туда может входить? Я не знаю. Это будет мыло, как мы уже говорили. Каждый человек пользуется мылом. Это зубная паста, шампунь, кондиционер, гели для душа, косметика какая-то. 30 баллов умножить на 40 – это 1200 рублей. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто из вас тратит 1200 рублей на косметические средства в месяц? Вот я трачу больше. Но это я. На самом деле, даже если вы не ставите плюсики, вы эти деньги тратите. Я вам сейчас расскажу, почему. Я вот это уверена на все 100%. Вот смотрите, у вас закончится шампунь. Вы взяли один, сегодня пошли в магазин, да, и в магазине взяли одну баночку шампуня. Через два дня вы смотрите, у вас начинает заканчиваться зубная паста. Вы через, на следующий день пошли, купили зубную пасту. Потом смотрите, ой, мне кусочек мыла надо купить там, ой, гель для душа. Просто вы тратите, мы в обычной жизни, мы эти деньги тратим не сразу. А каждый день по чуть-чуть. А если посчитать за месяц, то там получится намного больше, чем 1200. Намного больше. Здесь в проекте, чтобы нам каждый день не покупать по одному продукту, мы сразу собираем все и раз в три недели покупаем то, что нам нужно. Ну, может быть, два раза в неделю. Вот, и эта сумма выходит. Вот, в первом каталоге сделали вы лично 30 баллов. Теперь смотрите, если мы каждый каталог, каждый каталог будем приглашать по одному человеку, такому же, как и вы, который будет в дальнейшем и приглашать, и покупать для себя. Смотрите, в втором каталоге вы пригласили одного, два человека. Каждый сделал по 30 баллов. Получилось 60. В принципе, дохода еще никакого нет. Но у вас потихонечку начинает прибавляться. И казалось бы, ничего себе, я тут два каталога поработал, а у меня еще пока ничего нет. Но я-то поработала, у нас не так, как на обычной работе. Да, вот ты отсидел там и получил свои деньги. Нет, мы тоже работаем, но у нас деньги приходят не сразу. На место товарообрата платят. Это я к вопросу о том, что если мы делаем это постепенно. В третьем каталоге. Вас было во втором каталоге два, и каждый пригласил по одному. Это получилось 4 человека. 4 человека сделали по 30 баллов. Получилось 120 баллов бонус. Компания не платит, потому что еще мы не дошли до определенного, до таблицы, где компания строго оговорила наши проценты. Что происходит в четвертом каталоге? У вас было четверо, каждый пригласил по одному. Я не говорю там 20, 40, 50, 80, только по одному партнеру, по одному человеку, который серьезно будет относиться к этому делу. Получилось 108 человек, каждый купил по 30, 480 баллов. Нет, четвертый каталог, 8 человек, 240 баллов. Это уже 3%. 3% у нас начинается со 150 баллов. Здесь уже доход 200 рублей. И возникает вопрос. Я тут 4 каталога, работала, и тут у меня какие-то 200 рублей, но здесь очень важно терпение. Подождите. Ведь наш бизнес, он как снежный ком. Сначала маленький, а потом, когда начинаем делать накатывание, становится больше, больше, больше. Давайте посчитаем дальше. Пятый каталог. 8 человек, каждый по одному, получилось 16. Уже 480 баллов, это 350 рублей. В шестом каталоге было 16 человек. 16 пригласили по одному, получилось уже 32. Это 960 баллов, 100, 1200. В седьмом каталоге, каждый по одному, уже 64 человека. Это товарооборот по группе, 1920 баллов. Это товарооборот, 12%, уже 3000 на вашем номере. Вы только обратите внимание, что на сколько начинает расти ваш доход каждые 3 недели. Вначале ничего, ну а потом в 2 раза увеличивается ваш доход. Нигде не увеличивают сразу зарплату в 2 раза. Ни на одной работе. Чуть-чуть прибавляют. А здесь вы ничего, а потом сразу же в 2 раза начинает увеличиваться. В 2, а потом еще больше. Обратите внимание на 9 каталог. У вас 256 человек, которые сделали по 30 баллов всего лишь себе. И вы выходите на 7680 баллов. Это самый высокий процент, 22%, который выплачивает нам компания. На этом уровне ваш доход составляет 20 тысяч. 20 тысяч за 3 недели, сидя дома за компьютером, просто рассказывая людям о возможности, отправляя им информацию и покупая для себя нужные продукты, зарабатывать такие деньги. Вместе с рядом со своими детьми, со своей семьей. Обратите внимание на 10 каталог. Там уже 512 человек, которые сделали по 30 баллов. Это 15 360 баллов. Здесь уже возможно под вами появился такой же человек, который сделал 7600. Человек, который вышел также на 22%. У вас 30 тысяч. 11 каталог. Смотрите, насколько возрастает количество людей и насколько вырастает количество баллов. Здесь ваш доход за 3 недели 40 тысяч. Это в месяц около 50. Скажите, пожалуйста, получая каждый месяц 50 тысяч, можно более-менее комфортно себя чувствовать? Уже не бояться, что произойдет, если у меня закончатся деньги. Это уже тот доход, который позволяет нам, каждому из нас чувствовать себя более-менее комфортно. И это, сидя дома, и это рядом вместе со своей семьей, и это, не отвлекаясь ни на что, продолжая жить своей обычной жизнью, только добавив туда выполнение определенных действий, которые приводят вас к исполнению тому, чему вы хотите. Ведь деньги, на самом деле, это просто способ получить то, чего вы хотите. Я считаю, что это хороший доход. Вот когда будут приходить люди в вашу команду, будут они разные. Будут те, которые будут просто покупать себе, просто брать себе на 20% дешевле ту продукцию, плюс получать какие-то подарки, пользоваться для себя. Будут люди, которые будут дарить подарки, которые будут покупать, кому-то показывать каталог. Будут люди, которые делают заказы, и хорошие заказы. Будут люди, которые начнут приглашать людей. Будут те, которые начнут строить организации. А будут люди те, которые будут и зарабатывать, которые будут и покупать себя, которые будут и строить организации. Будут разные люди. Но скажите, пожалуйста, какие люди для нас самые важные? Как вы думаете, какие люди нам важны вот из всех этих, которые я перечислила? Правильно, нам важны все. Все важны люди в команде. Я когда-то пришла покупать себе, никогда не думала, что я здесь буду зарабатывать деньги. Жизнь поменялась. И каждый человек, который здесь, он привносит частичку себя, частичку своего товарооборота. Поэтому нам нужны все люди. И в организации у нас будут все люди. Но вот здесь очень важно, очень важно понять, что мы не ставим своей задачей, чтобы вы сразу разобрались во всей этой математике. Если вам что-то непонятно, не пугайтесь. Много цифр, много каких-то процентов. Мы просто хотим быть с вами честными и показать, чтобы вы разобрались и поняли самое главное. Деньги здесь есть. И ваша задача эти деньги забрать. Потому что в проекте денег, иногда некоторых от этих денег просто сносят крышу. Вот извините за такое выражение. Давайте с вами посмотрим. Все выплаты, которые у нас есть. Вот вы вышли на 22%. Организовали такой товарооборот 7500 баллов. Ваш доход на уровне директора составляет 30000 рублей. Помимо этого, компания вам, так как вы открыли это звание, платит один раз премию 1000 долларов. Дополнительно к тому, что вы каждый месяц получаете свои 30000. Дальше идет старший директор. Кто это такое? Если вы создали свою организацию, вы строите свою структуру вниз, вами проявляется человек, который точно так же, как и вы, начинает работать. Если вы ему помогли, и он так же, как и вы, вышел на 22% и стал директором, то вам присваивают звание старший директор. Ваш доход уже около 45000. И вы получаете премию 1500 долларов. Премию мы получаем по курсу МНВБ. Научили человека. Вы знаете, это вот здесь и начинается уже авторское право. Вот здесь уже и начинается пассивный доход. Когда вы один раз, хорошо поработав, научив человека, потом всю жизнь будете получать свой доход. Потому что, если вы научили человека, он здесь зарабатывает деньги, он здесь работает, да, строит свой собственный бизнес, за то, что вы когда-то научили его, вы каждый раз будете получать свой строго оговоренный процент. Научили двух человек, вам присваивают звание золотой директор, доход 60 тысяч, премия единоразовая единоразовая, 2000 долларов. Научили еще одного, у вас 3000, три человека, вы получаете премию 3000 долларов, это доход 90 тысяч, звание старше золотой директора. Научили 4 человека, к 3 еще одного, получаете премию 4000, ваш доход 120 тысяч, звание сапфировой директора. И обратите внимание, чтобы получать такие деньги, мы ничего не продаем. Наша с вами задача организовать и возглавить свою организацию, организовать эту сеть, организовать товарооборот для компании, а компания с нами делится такими деньгами. все в ваших руках, все зависит только от вас. И уж где вы хотите остановиться, какая сумма вам интересна, это вам решать. Вы решаете, какие вы хотите деньги, вы решаете на каком уровне, вы сами решаете, как вы хотите жить, сколько денег вы хотите зарабатывать и как дальше расти. Все зависит от того, какое количество людей, какому количеству людей вы поможете и какое количество людей вы научите. Смотрите, пока мы с вами говорили, я ни разу не сказала о продаже. Мы не продаем, мы пользуемся этой продукцией и помогаем людям, для компании организовываем товарооборот. Что же вы еще получаем? Ну, вы знаете, это на самом деле простая система, позволяющая заниматься нам собственным делом, любому человеку, кто здесь решил работать. Любой человек, кто пришел сюда, может работать и может заработать деньги. Система, она просто, ну, максимально простая, она полностью автоматизирована. И обучение ваше и ваших новичков здесь проходит на автомате. Вы посещаете вебинары, где проходите обучение. Вы изучаете все новости у нас в группе ВКонтакте. Там вся полностью информация, что у нас проходит. В чате, Телеграм, вы всегда можете задать вопросы, я даже не знаю, ночью. Иногда смотришь, отвечают на вопросы «Два часа ночи». Я первое время думала, думаю, господи, что люди не спят, что ли, в это время? Когда же они вообще спят? Но на самом деле у нас ведь Россия, она большая. У кого-то сейчас два часа ночи, а у кого-то это утро. Поэтому вот наш чат бурлит и кипит, мне кажется, 24 часа в сутки, и всегда там можно научиться получить ответ на свои задаваемые вопросы. Здесь самое главное не стесняться, а задавать эти вопросы, чтобы вы не стеснялись, потому что глупых вопросов не бывает. Бывают незаданные вопросы. В Ютубе всегда можно найти информацию. У нас есть сайт на Ютубе, там очень много сил выложено. Есть книги, кстати, книги для прочтения и ознакомления с этой системой есть на нашем сайте, на нашей группе ВКонтакте. У нас есть потрясающие сайты. Это обучение, где все вебинары, которые у нас шли за этот проект, там такой кладезь информации, вот только сидя на этом сайте обучения, можно уже получить все, что необходимо для работы. И сайт заказа, где все, вы можете узнать о продукции, как сделать заказ, как выбрать себе все, что вы хотите, как подобрать себе продукцию, все там есть. И вы знаете, в мире нет ничего случайного. Вот любая случайность это гениально спланированная закономерность. И даже то, что вы сейчас находитесь на этом вебинаре, это тоже не случайно. Это далеко не случайно. И мы вам предлагаем возможность неограниченного дохода. Ведь в нашем проекте, в партнерстве с компанией Replay через интернет можно вот осуществить все свои самые осуществимые и даже, казалось бы, неосуществимые мечты. Разве я мечтала, когда, вернее, вернее, я мечтала, но я даже представить не могла, что я за 5 лет могу здесь полностью оплатить свою квартиру. Я даже представить это не могла. Я так боялась брать на свою квартиру кредит, мне казалось, что я никогда в жизни не смогу его оплатить. Но это прошло быстро. Вот недавно, буквально, Ирина Копырева у нас в чате писала, что они тоже купили к себе квартиру. Это нормально, это реально в нашем проекте. Все только зависит от вас, что вы будете здесь делать. Поверьте, если у вас есть какая-то мечта, если вы хотите ее получить, то вам в наш проект здесь можно получить все. Вот на самом деле все, о чем вы мечтаете. Потому что проект нам дает, ну, самое маленькое, что мы можем здесь получить, это пользоваться качественной продукцией со скидками от 20 до 70%. Доход, который вы хотите, все зависит от того, о чем вы мечтаете, какие у вас желания. Это и поездки за границу от одного до несколько раз в год. Это поездки не то, что платите вы не за ваши личные деньги, а то, что еще оплачивает вам компания. Это премия от 1000 долларов до миллиона долларов. Вот это премия. Это банкеты директоров, куда девушки идут в вечерних платьях. Это потрясающе красивое мероприятие, где вас поздравляют, где вы сидите за столиком, вас обслуживают. Это так красиво, но это невозможно передать, это надо там быть. Вы можете стать акционером компании, потому что акция компании находится на стокольской фондовой бирже. Вы самое главное вот для меня, что здесь мы получаем свободу, мы ни от кого не зависим. Мы работаем тогда, когда нам удобно и занимаемся своими делами. Я раньше, когда была на заводе, мне все время, я никак не могла понять, если наш цех стоит, почему я должна сидеть на работе просто тупо высиживать это время. Я терпеть этого не могу, я никак не могла понять. За это время можно сколько сделать всех разных полезных вещей. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите получить свободу, если вы хотите чувствовать себя комфортно, зарабатывая здесь деньги, если вы хотите принести счастье в свою семью, для своих детей, то вам в наш проект. обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил, кто вам дал это видео и регистрируйтесь. Вы знаете, вы можете сказать, что вот завтра, завтра такого не существует. это нужно делать прямо сейчас. И в помощь вам ответьте себе на четыре вопроса. Вот первый вопрос, даже вы для себя, кто на вебинаре, ответьте, что вы получите, если не примете это решение, если вы не будете в проекте. Ну, вот, в принципе, если я не буду в проекте, я же ничего не получу, ну, буду жить так истинно, и подумаешь, ну, и останусь на том же самом месте. А что вы получите, если примете это решение? Если вы примете решение зарегистрироваться в наш проект, вы можете получить возможность дать ребенку счастье. Вы можете купить ему то, что он хочет, а не то, на что у вас хватает денег. Вы можете получить возможность поехать на море тогда, когда вы хотите в любое время года, независимо от того, потому что у вас будут деньги, вы здесь заработаете, у вас будет свобода принимать решение, где вам быть, что вам делать. Что вы потеряете, если не примете это решение? решение? Ну, что вы потеряете? Вы потеряете свою мечту. Вы потеряете то, ради чего вы живете. А что вы потеряете, если примете это решение? Казалось бы, да ладно, ничего не потеряю, я могу только найти, но в любом случае человек должен чем-то жертвоваться. И для того, чтобы осуществить свою мечту, тоже надо чем-то пожертвовать. Может быть, вы не посмотрите лишний раз фильм, вы не полежите на диване, вы не поедете с кем-то на шашлыке, а в это время будете приглашать людей и рассказывать о возможности, чтобы в следующий раз взять всю свою семью и поехать на море, чтобы взять свою семью и подарить детям такой праздник, о котором они даже не мечтали. Взять их, сводить их в Диснейленд. Вы это можете сделать в нашем проекте. Вы знаете, я тут нашла, вот когда прочитала вот эту картинку, я сначала ничего не поняла. Внутри меня гибнут люди. Сначала умер космонавт, след оптимист, потом влюбленный, а за ним мечтатель и поэт. Я сначала этого не поняла, потом, когда стала вчитываться, ведь на самом деле, когда мы маленькие, мы все мечтаем кем-то быть. Мальчики, как правило, хотят быть космонавтами, девочки, там, я не знаю, врачами, актрисами, еще кем-то, но приходит определенное время, и этот космонавт или эта актриса в нас умирает. Эта мечта уходит куда-то глубоко вниз. И когда мы сталкиваемся с реалиями жизни, то как-то наш весь оптимизм, когда мы выходим из школы, нам кажется, все двери открыты, мы такие в розовых очках, куда-то наш оптимист исчезает. мы начинаем жаловаться, жизнь не такая, президент у нас не такой, и вообще и зарплата маленькая, и начальник сволочь, оптимист умирает, а потом умирает влюбленный в жизнь человек, потому что когда все плохо, когда ты постоянно думаешь о плохом, вот эта влюбленность в жизнь, она умирает. Поэтому ходят люди с тусклыми глазами, они живут, ходят, вернее, как, они ходят, но они не живут, они существуют. А если у человека ничего нету, если он ни о чем не мечтает, это тоже у него умирает. Умирает мечтатель и поэт. Поэтому я вам всем желаю в нашем проекте не губить в себе людей, не убивать оптимистов, влюбленных, мечтателей. Мечтайте как можно больше, осуществляйте свои желания. И в конце прочитаю вам слова Марка Твена. Пройдет лет 20, а вы знаете, года пролетают моментально, не успеваешь заметить, как это все проходит. И ты будешь больше сожалеть о том, чего не сделал, чем о том, что сделал вот так. Поэтому откиньте все свои колебания, расправьте парус и бегите прочь из этой безопасной гавани, ловите попутный ветер, исследуйте, мечтайте и делайте открытие. Присоединяйтесь к нашему проекту, мечтайте, исполняйте свои мечты и наслаждайтесь той жизнью, которую вы можете здесь получить. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы, задавайте, а не откладывайте все свои действия на завтра, а делайте это сегодня, потому что завтра на самом деле не существует. А я пока, если у вас есть вопросы, пишите, поставлю наш гимн, я бы уже сказала. Спасибо.